Потому что эта инициатива просто потрясающая. Потрясающая инициатива, когда врачи сами организуют, выходят за такими методиками, чтобы помочь себе и, естественно, помочь всем своим пациентам. Я поэтому скажу сейчас, кто я такой. Меня зовут Алиев Хасай Магомедович. Можно просто по имени Хасай. Даже в гугле вы просто можете Хасай набрать. Сразу про меня все понятно. Но я в двух словах все-таки скажу. Дело в том, что опыт профессиональной моей деятельности заключается именно в том, о чем мы сейчас будем говорить. Я выводил из острого стресса пострадавших в Беслане. Я выводил из острого стресса пострадавших после терактов в Кизляре, Каспийске, Минводах, Москве. Обучал этому психологов МЧС, психологов МВД, журналистов, которые улетают в горячей точке. Потом я, кроме этого всего, я был профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития и образования, где обучал педагогов тому, что я вам сейчас буду показывать и рассказывать. Да, вот часть моего метода, который называется «Ключ», учебники по физкультуре для 10-11 классов российских школ. По идее, в принципе, через полгода-год все преподаватели и все школьники должны знать эту методику. Ну, я рад вас приветствовать, потому что вы в Кыргызстане, ну, как бы новаторы вот этого метода там, в рамках республики. Ну, это очень важно и почетно, и мне тоже почетно и приятно, поэтому я с вами с удовольствием сейчас. Вообще, я человек открытый, дружелюбный. У меня уже есть правнук, ему один год. Да, у меня есть дочь, она психолог, сын психолог, дочку зовут Шейла, сына зовут Олен. Да, они профессиональные психологи, тоже вот занимаются методом «Ключ», потому что они знают этот метод с детства. А этот метод я создал в Центре подготовки космонавтов, когда у меня была задача создать модель невесомости человека в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался в полете. Это было в 81-м году. А потом я обучал энергетиков, обучал промышленные предприятия, операторов микросборки, очень много женщин, которые сидели с микроскопами. Обучал я у профессора Федорова хирургов, чтобы они меньше уставали на автомагических операциях, и самих больных на автомагическую операцию, на конвейер, чтобы они не боялись. Да, да, вот за моими плечами вот этот опыт, который я вам сейчас хочу передать. Значит, что такое метод «Ключ»? Это короткое мысленное или иное действие, которое сразу снимает стресс и выводит человека на состояние, когда он способен творить, созидать. Ну, наша беда в том заключается, что в условиях неопределенности, а туда мы попадаем каждый раз, когда происходит что-то неожиданное, у нас резко поднимается нервно-психическое напряжение. И оно иногда нас блокирует. Вот стресс – это не напряжение, а перенапряжение. Стресса никто не любит. Кто говорит, что я люблю стресс, я альпинист, я спортсмен, я люблю стресс, он не имеет в виду стресс в прямом смысле, потому что стресс – это перенапряжение. Когда он не может ясно мыслить, когда он теряет уверенность, когда у него тревожное состояние, вот это стресс. Я занимаюсь по своей специальности, я врач, притом я в Дагестане у себя, где родился, я заслуженный врач Республики Дагестан. Я по своей специальности психиатр, психотерапевт, рефлексотерапевт. Я ваш коллега, и поэтому мы можем говорить на одном языке. И поэтому вопросы, которые будут возникать по поводу каких-то физиологических аспектов, психологических аспектов. Кроме того, я работал ведущим научным сотрудником Психологического института Российской академии образования. Я работал ведущим научным сотрудником Академии наук Большой, в Институте машиноведения, в лаборатории биомеханики. Я работал ведущим научным сотрудником Центра авиационно-космической медицины, где я завещал диссертацию именно по этой теме. Но она касалась для военнослужащих и других лиц опасных профессий. Антистрессовая подготовка по методу кружки. То есть повышение стрессоустойчивости для того, чтобы человек мог в различных ситуациях сохранять ясность ума и уверенность в себе. Оказывается, мы все, и вы, и я, и все, мы потенциально имеем в себе внутреннюю аптеку. У нас и гормональный баланс подвижный. У нас все есть. И вот когда человек попадает в стресс, один раз человек может, убегая от злой собаки, перепрыгнуть в высокий забор, а в другой раз, наверное, окаменеть, застыть, оцепенеть. Да, поэтому вот эти инстинкты выживания, бей, беги, застынь, они по существу создали очень много разных направлений в спорте, в спорте создали, в культурах создали. Сейчас я вам скажу, на чем построена наша методика. И мое открытие научное, оно заключалось в том, что оказывается мозг устроен таким образом, что когда возникает перенапряжение, организм сам инстинктивно, рефлекторно пытается выдать некие действия на основе повторяемых, каких-то частотных, повторяемых действий, которые снимают это лишнее напряжение. Но мы этого не знаем, и мы пытаемся это блокировать. Все вы знаете, что мама, например, качает ребенка, но самое главное, секрет успокоения заключается не в том, что она просто качает, а в том, что она ищет ритм, с которым его качать. Она прислушивается к его состоянию и подбирает чистоту повторяемого действия. Вот это важно, подобрать чистоту повторяемого действия. Он больше кричит, она его чаще качает, он спокойнее, она спокойнее качает. На этом и построена методика, чтобы подбирать для себя те действия, соответственно, то есть синхронно, к текущему индивидуальному состоянию. Я вам сразу покажу пару упражнений, а потом дальше покажу, и вы увидите, что на основе этого можно сделать очень-очень много, чтобы снять лишнее напряжение, потому что, например, вот я вам прошу такое простое из синхрогимнастики. Синхрогимнастика это значит действия синхронные текущему состоянию, то есть это индивидуальный подход при массовом обучении. Каждый будет подбирать то, что ему подходит, как примеряет ботинки в магазине. Вот смотрите, я просто делаю вот следующее действие, я бросаю руки вот так вот, как плетье. Это называется хлёст. Хлёст руками по спине. Вот по методике синхрогимнастика это называется хлёст. Что при этом происходит? Я должен думать не о том, как это делать, правильно это или неправильно. Тогда я теряю ту обратную связь, которая была, когда мама качает ребёнка. Я должен думать не о том, как правильно это делать или нет, а о том, что меня волнует. Там что-то прорывается контакт? Нет? Нормально всё? Мы вас отлично слышим и видим. Зай отправил запрос управления вашей камерой. А ну? Это что, утвердить или что надо нажать? Нет, обменить, обменить, не нужно этого. Ага. Значит, я вам сейчас покажу приёмы, мы потом это будем делать. Я сначала, это такое введение небольшое, я вам покажу сначала. Вы смотрите, что происходит при этом. Я просто делаю хлёст, при этом, в отличие от йоги, в отличие от цигун, в отличие от обычной любой физкультуры, здесь новая парадигма внимания. Внимание направлено не на то, как правильно это делать, а на то, что вас волнует. Смотрите, я вот думаю о том, как бы мне сейчас прекрасно провести свой доклад. Меня это волнует, это волнение соответствующим образом повышает у меня нервно-психический уровень напряжения, и соответственно, у меня частота движения регулируется автоматически, адаптируется, пристраивается к моему состоянию текущему. И буквально через 10 секунд я уже чувствую себя вот так окрылённо, у меня снимается беспокойство, таким образом я обучаю актёров, режиссёров, перед любой работой, вот я рисую, когда перед этим, если у меня что-то не получается, я отошёл немножко, вот так 10-15 секунд сделал, и у меня уже другое состояние. И вы так будете чувствовать, посмотрите. И вот смотрите, что здесь происходит. Во-первых, синхронизация с текущим индивидуальным состоянием, это и есть индивидуальный подход. Чем больше я нервничаю, думаю о чём-то, тем чаще у меня движение, а для этого я должен не думать о том, как это правильно или неправильно. И тогда получается, как будто я на руках у мамы. Малыш же не думает о том, правильно он думает или нет. Она подбирает эморитм. И здесь организм сам подбирает ритм, если вы об этом не думаете. Думайте о том, что вас волнует. Это первое. Второе. Что здесь происходит? Верхушки лёгких сходятся-расходятся, сходятся-расходятся, сходятся-расходятся. Ведь это модель искусственного дыхания. Когда человек там был в воде, его вытащили, он лежит, его раздыхивают. То же самое вы делаете для себя. Это модель искусственного дыхания. Это первое. Следующее. Здесь шейно-грудная разгрузка происходит, потому что лопаточки сходятся-расходятся. Кровоток мозга улучшается. Кислорода в клетке мозга больше появляется. и поэтому это не требует там 5 минут делать, как на физкультуре. Нет. Это секундное, но минутное упражнение. Это очень короткие действия, которые сразу дают взрывной эффект и включают эндорфины, серотонины и прочие вещества из нашей эндокринной системы. Активизация происходит. Мы качаем эндорфин. Да-да-да. Вот этот эндорфин, когда его у нас в организме не хватает, люди пытаются заменить чем-то. Ну, например, когда раньше люди не знали, что можно вот этот эндогенный алкоголь получать простыми способами, да, они придумали виноделие тысячи-тысячи лет назад. Потом они придумали спорт. Что такое спорт, исходя из этих принципов, о которых я рассказываю. вот второе упражнение. Например, лыжник. Бросаете руки вниз, пятки поднимаете. Бросаете руки вниз, пятки поднимаете. И тоже думаете о том, что вас волнует. Да, вот так вот. По-другому подходит? По-другому. Например, бросаешь руки вверх, пятки поднимаешь. И думаешь о своих проблемах. А третьему подходит вот так. У меня одна женщина вот так вот делала. Потом говорит, ой, выходить не хочется оттуда. А я говорю, а кто вы? Она говорит, я лыжница. Вот как рождались виды спорта. Потому что одному нравится на лыжах ходить. Это повторяемые движения. А третьему нравится со шведскими палочками. А что вы делаете, когда нервничаете, когда думаете о чем-то? Выходите туда-сюда по комнате, качаете ногой, постукиваете пальцами, кто-то чешет голову, жвачку жует, кто-то крутит карандаш, а кто-то заедает, заедает вот этот стресс и начинает поправляться. Да, а если мы научимся снимать стресс, без этого, то у нас аппетит становится умереннее и мы едим столько, сколько организм требует, а не столько, сколько глаза видит. Это совершенно другая жизнь, это здоровый образ жизни. Следующее упражнение простое. Это делают все дети. В методе ключа это называется шалтай-болтай. Все дети так делают. Если вы приглядитесь за их поведением, вы увидите. Аутисты часто делают такие повторяемые движения. Почему? Потому что это их спасает от перенапряжения. Они делают это инстинктивно. А что делает человек на морозе, когда у него стресс мороза? Его трясет, озноб. А что происходит у спортсмена перед рекордом? Мандраж. Это нервная дрожь у девушки, у спортсмена мандраж называется. Это те же самые повторяемые действия, только на высоких существа. И поэтому, если у тебя мандраж или нервная дрожь перед экзаменом, или перед свиданием, или перед выступлением, как у актера, или докладчика на диссертации, ну, мало ли где. Да. Ты дома, думая о том, что завтра у тебя встреча, у тебя мандраж, что надо сделать? Надо просто потрястись. Потрястись вот так быстрее, потом остановиться, потрястись медленнее, еще раз остановиться, и уже ты нашел свой автотемп. Таким образом, ты находишь синхронизацию с текущим состоянием, и потом удивляешься, почему так сразу успокоишься. А потому, что ты сделал согласование психических, физиологических процессов посредством вот этих резонансов своих действий со своим текущим состоянием, у тебя возникает резонанс, лишнее напряжение падает. Я так на Олимпийских играх Китая сделал. Там гонки, я курировал парусный спорт, и там гонки, и там спортсмен, мне говорят, через два часа гонки, а меня трясет. Я говорю, пойду, мне сделают вибромассаж. Я говорю, не надо, ты встань потрясись. Он говорит, что, я дурак, что ли? Я говорю, да, стань, потрясись. Он потрясся, потом сел и говорит, слушай, а почему так все не делают? Я говорю, что случилось? Он говорит, ну, как будто гора с плеч, пар вышел. Неохота трястись, говорит, нормальное состояние, и массаж уже не нужен. Почему, говорит, так все не делают? Я говорю, потому что не знают. а председатель Олимпийского комитета, такой большой дяденька, много лет назад жаловался мне, что он плохо спит. Целый горсть лекарств говорит, перед сном пил. Я это для чего рассказываю, чтобы вы узнавали свои проблемы? И тогда я ему сказал, а ты встань вот так. Ну, он встал. И качайся, говорю, вот так вот. Как будто в поезде едешь. он говорит, а зачем? Я говорю, ну, попробуй, попробуй. И вот он стал так качаться, и в какой-то момент вдруг он так раз храп такой, он оттуда выскочил и говорит, слушай, я заснул, а почему так все не делают? Оказывается, можно без лекарств заснуть, потому что не знают, люди не знают, потому что когда их трясет, они пытаются волевым образом это блокировать. они не знают, что если они несколько раз будут делать так вот трястись, как их трясет, у них вырабатывается навык, и потом они могут снимать у себя эту дневную дрожь, уже без этого упражнения. вот что главное, делая сознательно то, что мы иногда делаем бессознательно, мы вырабатываем навыки, чтобы потом можно было в любом месте, ты же не будешь там перед выступлением, когда диссертацию защищаешь, делать эти упражнения, там же люди сидят, но если ты накануне, два-три дня вечером, когда думаешь об этом и волнуешься, встанешь и вот так поделаешь, думая о своей защите, то потом, когда ты будешь находиться там на защите, тебе достаточно будет только вспомнить об этом, как ты это делаешь, и тебе уже становится легче. Или ты летишь в самолете, или ты летишь там к больному, и у тебя масса проблем, и ты не знаешь, как успокоиться. Ну, вот так, если вы несколько дней в удобное для вас время, буквально по секундам, дробно поделаете эти упражнения, то вы заметите, что вы становитесь гораздо спокойнее, гораздо уравновешеннее, гораздо увереннее в себе. Да, и вы будете удивляться потом, почему это работает. А просто потому работает, что так устроена природа человека, просто человек об этом не знает. на то, чтобы это все вычислить, мне потребовалось 40 с лишним лет. Теперь давайте вопросы, а я вам буду больше показывать потом. Я вам покажу сейчас такую научную штучку, очень серьезную, которая вам поможет себя воспитывать в желаемых качествах и открывать желаемые способности. потому что каждый из нас это мыслитель, это творец и в нем есть внутренняя аптека. Надо только научиться этим пользоваться. Сейчас задайте несколько вопросов, я пойму насколько я понятно объясняю и тогда мы сориентируемся и я 10 минут покажу вам вообще чудесные штучки научные. Давайте. у кого есть вопрос? Ни у кого нет? Я тогда дальше пойду. Я бы хотел кого-либо попросить, чтобы он просто встал или встала и просто делала шалтай-болтай. Так как удобно вам. Кто хочет? Да, и думайте о своем, о том, что вас волнует. Если ничего не волнует, думайте, что ничего не волнует. Пожалуйста, то есть надо пустить мысли на самотек. Пожалуйста, запомните, если вы хотите выпустить пар. Если вы хотите освободиться от страхов, от тревожностей, успокоиться, переживайте, переживайте, но подключите вот это движение, простое движение, делайте это как проще, тем лучше. Как проще, тем лучше. Как вам легче. Как вам легче. Делайте, делайте, делайте. И думайте, и переживайте, пожалуйста. У кого-то слезы могут сразу пойти, пожалуйста, плачьте. У кого-то, кто не спал ночью хорошо, дремота может наступить, пожалуйста, дремлите. Да-да-да, пустите себе то, что вы чувствуете. Делайте свободно, руки держите свободно, плечи держите свободно, дышите свободно. Как вам удобно, так и делайте. Все эти упражнения делаются как проще, как комфортнее вам, тем лучше и правильнее, и дают больше результат. Ни в коем случае нельзя делать через насилие над собой. Если вам так делать неудобно, поищите другое действие. Вот делайте вот так. Если хотите, делайте вот так. Если хотите, делайте вот так. Как вам нравится. А если хотите, делайте вот так. Ведь оттуда родились плавания, дирижирование. Оттуда разве возникло? Из нашего организма, из нашего природного устройства. Вот-вот-вот-вот она делает. Молодец, доктор, молодец. Вот как она там плавает. Давай-давай-давай. Вперед. Так. Подбирайте себе эти действия, повторяемые, которые вам больше подходят. Да, я вам пока буду рассказывать. А вы делайте, делайте, делайте. Доза, доза. Сколько нужно делать? Столько, сколько вам нравится. Потому что если вы ритм нашли, вам хочется продолжать и продолжать. Продолжайте. Продолжайте. Вот эти вот движения. Короткие, короткие. А это можно дозировать. В зависимости от того, как организм вас требует. Если кто плачет, плачьте. Кто хочет там смеяться, смейтесь. Кто хочет дремать, дремайте, пожалуйста. Сколько хочется. И вы потом заметите. Когда вы сядете и задумаетесь, и взгляд сделаете рассеянный, и будете думать, о чем думается, вы заметите, такое ощущение, как будто гора с плеч. Да, и вы сразу за это ухватитесь. И вы дома будете это повторять. Столько, сколько вам нравится. Если у вас будет такая возможность, эту запись несколько раз дома посмотрите, чтобы обратить внимание на те моменты, на которые сразу человек, может, не обратил внимания. Это как книжка, в зависимости от настроения, которое он читает. Один раз на одно обратил внимание, другой раз на другое. Да, несколько раз дома можете эту запись посмотреть. Да, 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 да. Вот так делаем, делаем, делаем. Да. А потом сели и задумались. Вот этот момент, когда сел и задумался, в методе ключ называется, стадия последействия. Вот эту восстановительную часть работы сделал, сел, задумался, опустил мышцы на самотек. Да. И сидишь так, и думаешь две минутки. Да. И в этот момент ты вдруг замечаешь, или тебе хочется глаза закрыть, или тебе хочется всплакнуть, или уже появляется улыбка. У кого что, это поэтому называется момент истины. А вы просто можете потом взять у меня в YouTube-канале метод ключ Хасай Алиева, там много разных роликов. Берите, пользуйтесь. Можете взять у меня сайт stress.su, или хасай.ru, два сайта. Берите, пользуйтесь. Я же специально веду бесплатный ликбез для тех, кто на карантине, кто в изоляции, чтобы они могли вот в этих условиях, когда они дома сидят и не могут гулять так свободно, как раньше, не могут разгрузиться с друзьями пойти, или в питнес-центр пойти, или бегать там, потому что или погода плохая, или, допустим, нельзя там, надо дома сидеть. В этих условиях карантина, когда у них стресс растет, они не знают, чем заняться, непривычные условия. Если делать посекундно, дробно эту сихрогимнастику, хотя бы два-три раза в день, по одной-две минуты, то это дает кумулятивный эффект. Обладает огромным потенциальным лечебным действием восстановительным. Это профилактика против стресса. Это повышает иммунитет. Я вам сейчас покажу. Маленькое научное чудо. Синхронасос. Который одновременно, одновременно улучшает работу носоглотки. Все, что накопилось в бронках, легко откашлятся. Улучшает работу легких. И работу кишечника. Потому что одновременно, сейчас скажу, вот эта точка хэгу, кто занимается рефлексотерапией, тот хорошо знает. Между указательным и большим пальцем хэгу находится. Если одну руку положить на другую, на бугорке, вот так, на бугорке, там нерв проходит. И когда вы так разминаете, там чувство ломоты, чувство нерва. Вот эта точка хэгу касается толстого кишечника, функциональной связи. Касается уха, горла, носа. У кого зрение, у кого слух, у кого горло, у кого щитовидка, и кишечник, и легкие. Вот это очень важно. Да, вот сейчас говорят, вирусы, вирусы, вирусы. Я не знаю, есть там вирусы, или нет вируса, или это обычный вирус, или коронавирус, я не знаю. Но в любом случае, синхроносос, упражнение сейчас особое, которого нет в йоге, нет в цигуне, нет нигде, никогда не было за тысячи лет. Я вам сейчас покажу. Потому что это основано на этих принципах синхронизации. Посмотрите, вот эту точку беру, и я ее вот пытаюсь, вы пока не делайте, просто посмотрите, я ее пытаюсь нажать. В этот момент невольно, я чуть-чуть вот так наклоняюсь, правильно? В этот момент невольно, эта нога немножко идет наверх. А я это усиливаю, вот так. То есть я нажимаю сюда, и ногу поднимаю. Нажимаю и поднимаю. В этот момент делаю выдох. С таким, знаете, гортанным звуком. Потом другой ногой. Это можно стоя делать, можно ходить и делать. Но вы не представляете, вот так вот полминуты сделал, легко выкашиваешь. Потому что вся мокрота, которая накапливается, легко отходит, отделяемость улучшается. Это прекрасное упражнение. И для живота, потому что, когда ты поднимаешь ногу, у тебя мышцы работают. Женщины, кто хочет тонкий стан иметь, и кто хочет, чтобы живот нормально работал, там у кого-то проблемы с кишечником и так далее, туалетом и так далее. Если вы 20 раза в день по полминуте это делаете, у вас здесь улучшается, иммунитет растет, иммунитет, стресс-устойчивость повышается, и живот лучше начинает работать. Соответственно, у меня было 100 килограмм, а теперь у меня вот посмотрите, какая фигура. Нормальная, да? Потому что я делаю такие простые вещи. Ну, мне 69 лет. Я оперированный человек, потому что я упал на гололёде, ударился затылком, и позвонок улетел мне в спиной мозг и нарушил его. И у меня мелопатия. Тяжеленный диагноз. У меня тяжеленная инвалидность. А я при этом делаю по секундную синхрогимнастику. По секундную, которую я могу сделать. И я держусь таким молодцом. И вы будете молодцами. Я вам делюсь своим личным опытом. Вопросы появляются, нет? Касай Магомедович, здесь очень много вопросов. И вот я сейчас здесь подключаюсь. Вот, мэришка. Ага, меня слышно? Да, спасибо. Да, и вот смотрите, здесь, конечно, есть вопросы. Я хочу вам, чтобы вы ответили. Если во время доклада стресс трясётся, что мы тогда должны делать? Если во время доклада? Да. Хороший вопрос. Чтобы во время доклада не трясёшься. А ты стресс не трясёшься. Что мы должны тогда делать? Во время доклада, если трясётесь? Да. Ну, когда у вас этот доклад должен быть? Ну, я не знаю. Это вот я читаю вопросы. Если именно уже во время доклада, он уже идёт. Прямо уже доклад. И ты трясёшься. Одну секунду. Подождите одну секунду. Подождите одну секунду. Вы врачи. Вы врачи. Когда вы назначаете больному лекарство, например, и говорите ему, выпей 10 таблеток каждый день по одной. И через 10 дней у тебя будет лучше. А он тебя спрашивает. А что мне делать, если я плохо себя чувствую? Ты ему опять говоришь. 10 дней пей по таблетке. И тебе станет лучше. Точно так же я вам говорю. Вы 10 дней потренируетесь вот этому. По 10-15 секунд день, 2-3 раза. И вы на докладе ни на каком. Трястись уже не будете. Это же профилактические средства. Это же от того, что вы это услышали, это же не значит, что у вас это уже получилось. Это же надо сделать. Это же любое обучение. Так, даже ездить на велосипеде. Тоже надо сесть на велосипед. Немножко поездить надо. И тогда вы во время доклада трястись не будете. Поэтому я вам еще раз могу объяснить, как это правильно делать. Вот смотрите, самое главное, что действия очень простые. Чтобы была синхронизация, вы делаете новый принципиально вектор внимания. Думайте не о том, как это правильно делать, а думайте о том, что вас волнует. При этом делайте именно так, как вам легче, как проще, без всякого насилия над собой. Короткие движения и долгое подозье движения, разгрузка. Разгрузка – это сколько, сколько вы хотите, вы делаете. Если слезы идут, пускай идут. То есть вы берете переживание свое и сопровождаете его повторяемым действием. И когда вы соединяете свое переживание с разгрузочным действием, вы быстрее приходите в нормальное состояние. Так бы вы переживали 3-4 дня, а так вы за полчаса можете весь пар выпустить и успокоиться, и уже восстановиться. Это мозговой санаторий. Но вы же еще этого не сделали. Я вам даю, как домашнее задание. Если вы это домашнее задание несколько дней сделаете, в удобное для вас время, тем более, что посекундная психогимнастика, как дробное питание 2-3 раза в день, это же так легко сделать, то у вас появится то, о чем я говорю. На докладе вы будете чувствовать себя увереннее. Если вы потом сравните, как вы раньше себя чувствовали и потом, вы увидите большую разницу. А сейчас еще же этого не сделали ничего. Еще вопрос какой есть? Хасай Магомедович, вот здесь пишут с Куренкеева Назира, с Национального центра материнства, охраны материнства и детства. Она вас приветствует и спрашивает, это помогает поднять иммунитет? Именно, именно это делается для того, чтобы поднять стресс-устойчивость и иммунитет. Потому что мы все врачи прекрасно понимаем, как сильно иммунитет зависит от стресс-устойчивости, как сильная эндокринная система зависит от нашего нервно-психического состояния. Это же азбучные и зимы. Конечно, отвечаю, да, это поднимает иммунитет. Вот здесь еще Райхан пишет, но я не знаю, она или говорит то, что она почувствовала, или задает вопрос, успокаивает и снимает боли в мышцах. Есть ли это вопрос? Вы спросите у нее, это вопрос или это... Да, Райхан, пожалуйста, напишите, это вы получили в результате своего занятия, вот сейчас, пяти минутки такой, или же вы задаете вопрос. Следующий вопрос задает тоже, ну, Редми, не знаю, кто это. Какое состояние можно определить у ребенка? Наверное, он хотел задать так, как мы можем определить состояние ребенка в данный момент, стрессе он или нет? Наверное, вот это они хотят спросить. Коллега, а какого возраста ребенок? 25 лет или 60? Для меня мои дети тоже дети, хотя моим детям уже и 50 лет. Они для меня ребенок. А вашему ребенку сколько? Мы же не видим. Вы скажите хотя бы. Ну, я не знаю, как это, кому вопрос, может быть, это к Минздраву вопрос. Какая психологическая помощь оказывается пациентам с COVID и медработникам? Может быть, они хотят спросить, я не знаю, как они хотят, как они этот вопрос поставили и кому. Вы что-то можете добавить? Какая психологическая помощь оказывается пациентам уже заболевшим и медработникам? Так, понятно, понятно. Давайте так. Я, я, я очень вас полюбил, я буду вам рассказывать кое-какие важные вещи. Во-первых, вы всегда должны помнить, вы же доктора, вы должны всегда помнить, что мы не живем в головах друг у друга. И когда вы задаете какой-то вопрос, вы должны хорошо понимать, что человек, который не живет у вас в голове, не живет у вас дома, не знает вас, не ел с вами супа, он не знает, что вы имеете в виду. Это не только я, это вы всегда сами знаете, что когда вы задаете кому-то вопрос, например, по телефону, или когда разговариваете, вы можете думать об одном, а человек, который слышит вопрос или ваши слова, думает совершенно иначе. Ну, например, слово лес. Если я скажу слово лес, один представит себе лес, это два-три дерева, другой представит тайгу, а третий представит, что лес сгорел. У каждого свой опыт, восприятие. Я говорю вам озвучное истинное вопросов коммуникации, что когда вы пытаетесь задать вопрос, чтобы получить хороший ответ, надо, чтобы вопрос был понятен не только вам, но и тому, кого вы его задаете. Если вы спрашиваете, как помочь больному, я должен понять, какому больному? Больной, который уже умирает, или который молодой парень, который вот только сел, и у него просто небольшая температура, и он не знает, что у него, или он спать не может. Вы же задайте вопрос так, чтобы я понимал, о чем речь идет. Это большая наука, умеет задавать вопросы. Мой сын Ален однажды сказал, если бы люди понимали друг друга, то и проблем бы не было. Пожалуйста, задайте тот же самый вопрос, как помочь больному, но только понятнее, чтобы было понятно, контекст чтобы был, чтобы я понимал, что именно под этим подразумевается. А еще, Хосай Магомедович, хороший вопрос, может быть, он будет вам понятен. Здесь вот Венера Абдуглова задал вопрос, как расслабиться врачам, медсестрам, которые практически без выходных в авральном режиме работают в очагах КВ-19, вынуждены выполнять свои функциональные обязанности. Это очень важный вопрос, как и предыдущие вопросы, все вопросы очень важные. Но этот вопрос мне более понятен. Значит, как расслабиться? Вот смотрите, я вам сейчас покажу прием, как расслабляться, чтобы вы научились расслабиться, чтобы вы могли за секунды расслабляться. Я сейчас вас научу. Проблема заключается в том, что многие из вас не выспавшиеся. И поэтому, как только вы сейчас, я вам дам прием, как расслабиться, как только вы начнете расслабляться, многие потом почувствуют желание спать. И как нам тогда быть? А вы должны быть, допустим, в рабочей форме. Вот мы закончим занятие там через 15-20 минут, а вы должны быть уже в форме. Или вы можете немножко доспать, сколько организм требует. Это очень важный момент. Но я покажу сейчас вам, как можно легко расслабиться. Покажу. Значит, если вы вот так вот сели и очень медленно, чем медленнее, тем лучше, по приятным точкам поворота начинайте вот так вот двигать головой, очень медленно, очень медленно, медленно, чем медленнее, тем лучше. Если хотите подключите плечики, просто сидите вот так вот на стуле и вот так делайте. По приятным точкам поворота. Вот здесь неприятная точка, обходите. Насильно не делайте. Вот так вот приятно делайте, делайте, делайте. Давайте полминуты поделайте. Сейчас я вас научу, чтобы вы потом пару раз сами самостоятельно дома сделали. Вы спались как следует и после этого будете как огурчики. Но потом сможете легко быстро снимать напряжение. Медленно, медленно. Вот чем медленнее, тем лучше. Да. Секрет эффекта именно в медленности. Медленнее, медленнее. Как медленнее, тем лучше. Еще медленнее. Еще медленнее. Сейчас мы учимся расслабляться в условиях жестких временных ограничений, как был задан вопрос. В условиях, когда мы должны быть все время в деятельности. Да, но вы сделайте это. Хасай Магомедович, вот тут говорят, уже спать охота. Правильно, я и сказал, что не выспавшийся человек, как только чуть-чуть расслабляется, моментально организм берет свое. Он хочет восстановиться. Мозг наш, как смартфон. Батарейка разрядилась. Мы должны его поставить на зарядку. Вот сейчас вы его поставили на зарядку. И он начал восстанавливаться. И он требует, еще, 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 еще требует, чтобы спать, спать, спать. А мы его раз и вытащили оттуда. Что получается? Шибко, по Павлову. Между возбуждением и торможением. Получается шибко. Поэтому я заранее спросил, есть ли у вас возможность хотя бы 15-20 минут дать себе возможность поспать, чтобы вы восстановились, чтобы смартфон мозга восстановился. Запас питания в клеточках мозга, в нейросетях. Чтобы питание появилось, чтобы вы меньше уставали на работе. Вот там отправил запрос на уведомление управления вашей камерой. Утвердить? Айзад Абсаматова. Отправила запрос. Не утверждайте. Он вам сам сделал отмену. Не понял. Утверждать или отменять? Нет, нет, нет. Отмена, отмена. Отмена. Слушаюсь и подчиняюсь. Да, делайте, делайте, делайте. Как захотите спать, так поспите немножко, поспите, а я вам в этот момент несколько таких приятных внушений сделаю, чтобы вы меньше уставали на работе. Мы сейчас используем психотерапию в момент обучения саморегуляции. Я немножко добавлю, как психотерапевт, несколько таких слов, которые вам потом поддержку сделают. И вот, когда вы вышли на состояние, когда вам хочется или покачиваться, покачиваться, вот так, покачивайтесь, пожалуйста, найдите волну такую приятную, потому что, когда вы покачиваетесь, это тоже повторяемое движение. А повторяемое движение по нашей формуле снимает напряжение. Отсюда пошли повторяемые молитвы, отсюда пошли четкие, отсюда пошел холохоп, когда мы крутим вот этот обруч, крутим. Помните, девочки крутят, когда обруч такой? Повторяемые движения. Повторяемые движения снимают напряжение. Поэтому мы делали вращение головой. Но когда мы делаем медленно-медленно, мы начинаем расслабляться, и у нас тело подключается, и нам, может быть, хочется покачиваться, кому-то хочется плакать, и кому-то хочется улыбаться, кому-то хочется просто так замереть, и цепинеть. И пускай у кого что получается, то и нужно. То и нужно, у кого что получается. Я вам еще скажу напоследок, у нас есть точки болезненные, и поэтому, если вы найдете время дома у себя, и потрогаете себя, пропальпируете пальчиками, где найдете больные точки, например, здесь на голове, на затылочке, под затылочком, здесь точки, да, там, где выходы нервов, да. Здесь точки, да, между шеей и лопаткой, потрогайте. И потом точно так же, два-три раза в день, в удобное время, по полминутки, делать себе точечный массаж. Для этого надо одну руку положить на другую. Вот так запинуть эту руку, чтобы она была свободная. Тогда легко делать, не уставая. Да, и не бойтесь своего тела. Делайте, да, делайте, делайте, разминайте эту точку. Разминайте другую точку. Потом берете эту руку. Разминайте эту. Да, вот так. А у кого прыгает давление, уши разминаете. Вот так берите ухо. Вот так вот. И разминаете. Да, потому что ухо – это шоковый орган. Миллион сигналов идет сразу в мозг. Да. Потом другое ухо. Да, разминанием ушей можно снизить давление на 30-40 единиц, если у кого 200. Если вы плохо ночью спите, чтобы расслабиться и лучше заснуть, вы можете до этого, до сна, немножко размять уши. А потом сделать шалтай-балтай, потому что это колыбельное. Вы думаете, о чем думается, и делайте вот это, разминайте себе чуть-чуть уши, и делайте вот это. И думайте, о чем думается. Потом легли спать, и вы не заметите, и уснете, как младенец, как в детстве. И проснете завтра утром свеженький, бодренький, хорошо выспавшийся. Вы увидите. Уже после нашей встречи такое будет. Так. А как преодолеть медработникам и сотрудникам блокпостов чувство страха, когда много инфицированных, и ты не знаешь, кто инфицирован, а кто здоров? Преодоление страха – это значит повысить стресс-устойчивость. Страх – это по существу напряжение. Нервно-психическое напряжение имеет несколько уровней. Когда ты немножко напряжен, у тебя мобилизация получается. Мобилизация, готовность к чему-то. Выше напряжение – у тебя появляется тревожность. Еще выше напряжение – это страх. Еще выше напряжение – это паника. Еще выше напряжение – это депрессия, новое состояние. Поэтому, чтобы у вас градус напряжения, как на термометре, не поднимался выше, чем нужно, то чтобы у вас была стресс-устойчивость, баланс, вам нужно делать то, что я вам рассказывал. Но то, что я вам рассказывал, вам нужно делать каждый день. Ну, каждый день делать удобное для вас время, по несколько секунд. Это посекундная психогимнастика, посекундная, дробная. Это не требует спортзала, это не требует куда-то отдельно удаляться. Вы можете у себя, у нас много продавцов, я обучал прямо в магазине, они делают. Потому что им надо все время улыбку сохранять. Они устают, приходят посетители, у каждого свой характер. А эта девушка или мужчина хочет сохранять у себя работоспособность. Тоже такая напряженная ситуация. Все вышли там, он один остался, где-то в туалете или где-то раздел вот это. Вот это сделал, у нас очень много детей, экзамены так сдают успешно. Лыжника сделал, шалтай-болтай сделал, хлёст сделал. Это название, запоминайте. Хлёст, лыжник, шалтай-болтай. Это название упражнения. Да, она мне пишет и говорит, я сдала прекрасный экзамен, я очень нервничала, меня трясло. Я пошла в туалет, и в туалете лыжника сделала, вышла, сдала экзамен, хорошо. Но это же жизнь. Поэтому это как раз таки предназначено для вас, для людей, которые очень сильно загружены, очень сильно не имеют времени. Не имеют времени. Ну, если бы я вас сейчас учил йоги, вам бы потребовалось, знаете, сколько занятий? А я даю вам посекундные упражнения, поминутные. В этом вся бесценность этого. Благодарю Богу, ваши руководители вот придумали, чтобы мы встретились. Чтобы вы имели инструмент, который надёжно работает, который проверен на Олимпийских играх, который проверен в Беслане, который проверен на войне. А я готовил лодчиков-воспытателей, я готовил на много разных людей. Так это же проверенные вещи. Берите и пользуйтесь. Для бессонницы какие упражнения? Можно покажем ушки размять, ушки размять. Кстати говоря, сейчас врачи уже давно по разминаниям ушей, они советуют людям, чтобы давление снизить. А ещё пользуются давно врачи, советуют, например, людям, у которых паника и у которых астма бронхиальная, руки в горячую воду. Руки в горячую воду, вот кран открыл, и в горячей воде. Почему? Потому что это спазм бронхов, например, это астма. Спазм сосудов, это страх. Да, ты руки в горячую воду или уши разминаешь. Доминанта переключается. Ты в горячей воде руки моешь, и через минуту ты уже начинаешь чувствовать, голова отпустила. Стало яснее видеть, лучше слышать. Да-да-да, переключение доминанта. Ещё вопрос какой? Так, ну в основном все слушают. А есть ли упражнение моментально снять стресс? Да, есть. Но для этого нужно, чтобы вы могли моментально снимать стресс. Пару дней хотя бы вот этими посекундными, поминутными упражнениями хотя бы поработать, чтобы у вас выросла устойчивость. Кстати, да, мы и проводим это занятие, чтобы обучить сейчас перед этими стрессами, чтобы наши медики уже сейчас овладели этими элементарными упражнениями. Конечно, вот я с этого и начал, что эти упражнения такие, что потом в любой ситуации, когда у вас будет неожиданно и будет стресс, вы сможете мгновенно снимать стресс, только вспомнив о том, что вы вот так делали. Уже без упражнения. Вот это же главное, что это вырабатывать навыки. Вы же не будете прямо на докладе делать вот так. Или у больного. Больной там, вы же не будете перед ним это делать. Он же не поймет вас, правильно? А вы делаете это до того. Если вы несколько дней до этого делаете, то когда вы попадаете в ситуацию кризисную, то вы заметите, что вы более уверены, устойчивы, потому что у вас профилактика. Это профилактическая вещь. Тогда вы за секунду сможете. А вы думаете, как мы учим людей летать на самолете? У женщины, например, страх самолета. Мужчины раньше, чтобы не бояться, коньяк там пили. Они у нас, у меня в центре на Таганке, 20 лет был у меня в Москве центр. Я их чему учил? Чтобы они не боялись летать на самолете. Я их учил этим упражнениям. Они дома это делали. Дома она делала упражнения шалтай-болтай. И мечтала о том, что когда она сядет в самолет, она там сможет думать, о чем ей хочется думать, а не будет ее трясти. И вот она думает вот так, делает шалтай-болтай. И мне говорит, не могу себе это представить. Как только я представлю, что я сажусь в самолет, меня уже трясет. А я говорю, а ты продолжай, делай, делай. А через 5 минут она говорит, о, а теперь могу так думать. Видите как? То есть от дозы зависит. Если вы больше это сделаете, больше эндорфина включается, это все равно, что 50 грамм выпили или бутылку. Вот это у нас будет 5-10 секунд 50 грамм для храбрости, условно говоря. А вот это 10-15 минут, это будет бутылка. Эндорфины включаются. А это же гормон. Это законы работы мозга, организма. Это же не я придумал. Я просто это подсмотрел у природы. И вот она так мечтала, что в самолете будет летать спокойно. Вначале она не могла себе это представить. Через 5 минут уже могла представить. Потому что напряжение снизилось. Вот правильно делает, правильно. Она вот так делает. Правильно, 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 правильно. Молодец. Кому-то нравится так, кому-то нравится дирижировать. Да. А есть еще бой с тенью. Знаете, спортсмены есть? Бой с тенью. Знаете, когда на душе накипело, можно подушку колотить. Подушку колотить, плакать, подушку колотить, плакать, подушку колотить, плакать, а потом сесть и все отпустила. Так сделала знаменитая Луиза Хей. Она так сделала. И когда ее отпустила, она сказала, научитесь любить себя. То есть чувствовать, что вам хочется. И сделай то, что тебе хочется. Ей хотелось поколотить подушку. Она поколотила подушку, выплакалась, как следует, и успокоилась. И сказала, научитесь любить себя. То есть, как ты чувствуешь, что тебе хочется сделать, то и сделай в этот момент. Думай, о чем думается. Вот вначале думаются не очень хорошие мысли, а потом тоже, когда прибавляется, ты уже думаешь о хорошем. Да, буквально через несколько минут тебе уже хочется мечтать, хочется думать о хорошем. Ты вспоминаешь хорошие события, любимых людей. Ты вспоминаешь, когда тебе было очень хорошо. И ты думаешь о том, что какой бы больной тебе не встретился, у тебя всегда будет спокойная и ясная голова. У тебя всегда будет чувство уверенности, что ты ему сможешь помочь. У тебя всегда будет ощущение, что ты полна сил. Да, ты же доктор. Конечно, а первая заповедь доктора – исцелись сам. Это же тысячи лет. И вот сейчас мы эту заповедь выполняем. Мы учимся себе помочь. Конечно, это есть профессиональный подход. Вот, чтобы у нас не было выгорания. Да, 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 да. Вот так. Я, между прочим, был 10 лет членом правления межрегионального, медицинского, профессионального психотерапевта, психологов и социальных работников. В 10 лет. Вот так. Молодцы. Вот, 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 вот делает. Вот, 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 вот. И лыжника делает. Вот и эту понравилось. Да, лыжника. А здесь понравилось. Да, вот это. А здесь понравилось вот это. Молодцы. Молодцы, друзья. Молодцы, коллеги. Молодцы. Дома так тоже поделать. В удобное время. Ничего сложного здесь нет. Просто раньше люди не знали. Знаете, каких простых вещей? Они не знали, что если потрястись, тебе легче станет. Они думали, обязательно надо это блокировать. Они не знали, что если потрястись, тебе легче станет. Но если ты несколько раз так делаешь, ты потом можешь снимать напряжение уже без тряски. Они этого не знали. Люди раньше не знали, что посекундная дробная гимнастика дает кумулятивный общий эффект. Они думали, что надо по часу тренироваться. Нет, оказывается, есть такое питание, есть дробное питание. Синкро-гимнастика дробная, тоже дробная посекундная. Никто просто этого не знал. А вы теперь знаете. Так это же такое оружие для вас, такой инструмент мощный. Как раз вам он и нужен. Как раз для наших условий, когда коронавирус. Как раз вот самое мощное, самое мощное я сейчас вам даю. А вы думаете? Саня Аминович, еще вопрос можно? Давайте. А что вы можете посоветовать против мигрени? Против мигрени? Мигрень это серьезное заболевание. Вы знаете, я скажу сейчас. У меня много было больных с мигрени. Очень важно, вот эта точка хэгул. Вот эта точка. Да. Я не могу сказать, что всегда снимает приступ. Но я могу сказать, что если время от времени делать массаж этой точки. Вот этой точки. Ну, время от времени. Вот голова начинает слегка болеть. Не давайте ей разболеться. Поделайте немножко вот так вот. Просто вот так вот. Одну руку на другую положили. И вот так немножко размяли. Время от времени, если вы так будете делать правую и левую руку. То вы заметите, приступы наступают реже, реже и быстрее уходят. Реже и быстрее уходят. Вот это точно 100%. Так, еще вопрос. А вот это то, что я вам показал, по-китански ши ацу называется. Ши это 10 пальцев. А это воздействие на точку. Ши ацу, это из рефлексотерапии. Так, еще вопрос. Ну, пока вот нет вопросов. Я могу добавить сюда, да. Три минутки, Хосай Магомедович, отдохните, пожалуйста. Я не успела сделать свое вступительное слово. Нужны кое-какие организационные вопросы. Вот я приветствую здесь всех на этом семинаре-практикуме. для саморегуляции стресса, стрессовое напряжение. Меня зовут Бульнара Сыргаковна Чуртонова. Преподаватель кафедры педагогики психологии. Был такой запрос, что нужно, в связи с чем мы вообще пригласили Хосайа Магомедовича? В связи с тем, что для наших врачей провести просто практику, как на вот просто здесь, сидя на своем рабочем месте, сидя по дороге, на работу, вот в таком напряжении, в такой вот стрессовой, по-настоящему стрессовой ситуации, когда заболевают врачи, как мы можем позаботиться о своем состоянии? Потому что эмоциональное состояние дает нам психосоматику, да. Мы не хотим, чтобы наши врачи болели. И поэтому, в связи с этим, вот мы пригласили Хосайа Магомедовича аж с Москвы, так как у него был очень большой опыт именно работы в стрессовых ситуациях. И поэтому он просто, не просто так это все. У него это, сколько лет вы работаете, Хосай Магомедович, с какого года? Ну, мне уже 69 лет. Представьте себе, что я 50 лет посвящаю этой работе, еще со студенческих лет. Я на втором курсе медицинсоте уже выступал на Международном конгрессе. Я очень много лет занимался гипнозом, я очень много лет занимался иглоукалыванием. У меня был учитель хороший, Фуган, а потом его сын. Фуган, 5 лет у меня учился. У меня больший опыт, очень большущий опыт. Я обучал психологов МЧС всей страны. Я обучал военных психологов, психологов Министерства обороны. Я работал в Центре авиационной коспической медицины. Ну, перечислять мои должности и звания очень долго придется. Вы просто возьмите в гугле Хосай, напишите, и сразу появится. Я просто не хочу отрывать время у вас и у коллег. Все там написано. Я 10 лет был генеральным директором Негосударственного образовательного учреждения Центра защиты от стресса, который я учредил совместно с Минздравом России, Минобразованием России, МЧС России и Комитетом общественных и международных связей правительством Москвы. То есть я был, и они были соучредители. Я был генеральным директором. И у меня обучались психологи и врачи, и социальные работники с многих стран мира. И мои ученики работают в разных странах мира. Я написал 20 книг, из них 10 книг на разных языках мира. На английском, на французском, на болгарском, на северском, на польском. И мой метод психологистика по методу Кроши в учебнике по физкультуре для десятых, одиннадцатых классов. Такой опыт. И я сейчас самое такое даю коллегам. Почему? Потому что, с одной стороны, это кажется как просто. Просто так поболтался. Друзья мои, это не просто. Это сейчас просто, когда я вам это показал. Но когда мама качала ребенка, и весь мир, мам, качает ребенка, ведь это тоже просто. Но благодаря этому, когда мама качает ребенка, когда она подбирает ему ритм, он успокаивается. Мы все прошли через это. И когда я вам показываю, как надо качаться, думая о своем, переживая о своем, это непросто. Это непросто. Это полностью соответствует устройству нашего мозга и организма. Я вам подсказываю то, чего раньше люди никогда не знали. Раньше люди никогда не знали, что повторяемые движения снимают напряжение. Люди раньше никогда не знали, что частота повторяемого движения зависит от уровня напряжения. И раньше люди никогда не знали то, что я вам сейчас покажу. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, например, в состояние тревожное, в состояние благоденствия, в состояние безмятежности, когда мозг отдыхает и клеточки мозга накапливают запас питательных веществ, можно сделать вот так. Смотрите, пожалуйста, внимательнее. Положите руки как будто бы на воду. Но так, на такой высоте. На такой высоте, чтобы плечи не давило, а вам комфортно было. Просто положите вот на такой высоте. Я немножко это двину, чтобы показать. Сделайте вот так. Вот так. Сделайте голову удобно и смотрите чуть выше уровня глаз. Задумайтесь. Ну, как бывает между сном и бодрствованием. Ну, когда вы засыпаете, вот это состояние, вам хочется все время закрыть глаза, а вы держите их вот так. И воображаете, что ваши руки начинают притягиваться друг к другу, как два магнита. Два магнита притягивают их, притягивают. Воображайте себя. И в какой-то момент закройте глаза. Руки будут притягиваться все сильнее и сильнее. Чем ближе, тем сильнее. Прямо магнит такой сильный. Магнит такой. Вот притягиваются, 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 притягиваются. И когда пальчики соприкоснутся, пойдут в разные стороны. В разные стороны. Делайте, делайте, делайте. Теперь положите руки. Опять глазки приоткройте и вот так сидите задумчиво. Думайте о чем думается. Ну, как бывает, когда вы были маленькая, в окошко так засмотришься и задумаешься. Вот в этом состоянии у вас происходит переэнергия. После этой процедуры вы почувствуете, что очень многое улучшилось в вашей жизни, что очень многое изменилось и теперь вы будете смотреть на жизнь проще, вам будет все понятнее, вы будете яснее мыслить, будете увереннее в себе. И у вас исчезнут те неприятные, те неприятные недуги, те неприятные переживания, от которых вы хотели освободиться. Да, потому что сейчас произошло переключение доминанта. А вот это движение называется идеорефлекторно. Есть идея и есть рефлекс. Если бы у нас была еще одна встреча, я бы вам потом показал, как этим пользоваться в разных случаях жизни. Не только для того, чтобы снять стресс, а еще и для того, чтобы открыть у себя новые качества творческие, новые способности. Каждый из вас имеет в потенциале большие и большие способности. Они бы у вас начали открываться. У меня есть школа, которая называется «Человек будущего», и там очень много людей открывают у себя способности. Они рисовать начинают, и пить лучше начинают, и стихи начинают писать. И некоторые вещи, до которых давно руки хотели и не доходят, начинают делать. Это просто удивительная вещь, когда человек может с помощью таких приемов раскрывать свои потенциальные возможности. Поэтому я одновременно врач, психолог, художник, писатель и педагог. Потому что я как раз и делаю эти приемы. Так, вопросы есть? А, ну здесь в основном в организаторах расписание следующих занятий. Да, Алексей, может, отправишь? Вот тут спрашивают, а Айка Багишева спрашивают, да можно ее включить, чтобы она вопрос задала? Я не вижу, как вы все показываете, говорит. Так. Айка Багишева. Хасаин Магомедович, ну вот я пока не вижу здесь, в основном благодарят, вам говорят спасибо. Упражнения для снижения давления. Опять упражнения для снижения давления. Вот, по-моему, у всех, наверное, у многих поднимается давление. Третий вопрос уже. Упражнения для снижения давления. Очень хорошо. Значит, если вы помните, раньше наши бабушки в тазике с водой ножки держали, горячие. А сейчас можно, оказывается, если тазика нет, руки в горячей воде поделать. И сейчас можно, оказывается, уши помять. Уши помять. Это все для того, чтобы снять спазм сосудов, для того, чтобы наладить венозный отток. И для того, чтобы улучшить кровоток мозга. Ушки помять. Ушки помять. Поделайте. И вот это то, что я вам рассказывал. Вот так вот пощупайте, пожалуйста. Вот сейчас все. Посмотрите, где у вас там есть больная точка. Найдите ее. У кого-то здесь. У кого-то здесь. У кого-то здесь. У кого-то здесь. Прощупайте, прощупайте. Вот просканируйте. Давайте, давайте. Это же самодиагностика. Не бойтесь своего тела. Ваше тело, ваш союзник. Давайте, давайте. Не бойтесь, не бойтесь. У кого-то здесь. У кого-то здесь. У кого-то здесь. Руку вот так подпирайте. Вот так вот, чтобы вам легче было держать эту руку. Как будто на стол. Ну вот это будет столик вам такой. Да. Вот когда я руку подпираю, у меня рука свободнее становится. Да, уже туда доходит. Видите? Туда, туда доходит. О, пожалуйста. Да. Вы же врачи. Вы сами себе можете массаж сделать точечный. Конечно. Так если вы каждый день несколько раз, сочетая это с ушами, с этой точкой, с этими хрёстами, лыжниками, плаванием, дирижированием, по секундам несколько раз в день будете делать, конечно, давление будет нормализовываться. Потому что это же всё зависит от того, насколько мышцы стянуты. Когда вы находите больную точку и её массируете, вы снимаете спазм. Конечно, кровоток улучшается. Но надо несколько дней это поделать. Дозы там маленькие, гомеопатические, секундные, минутные, не по полчаса. А вот эту разгрузку надо делать в большой дозе. В зависимости, сколько вам хочется, столько и делайте. Ещё вопросы? Так, пока я не вижу. Скажите, пожалуйста, вот лично мой вопрос, Хосай Магомедович. Вот если человек уже болеет. Да. Если он до вас ещё не знал, что есть вот эти вот ваши какие-то движения для снятия стресса, что сейчас вот конкретному больному человеку вы посоветуете? Потому что он уже в стрессе, он уже вообще болеет. Или больному уже нельзя делать упражнение? Да нет, всё то же самое можно делать. Самое главное выбрать из этого комплекта, комплекта, то, что ему подходит, как я говорил, как рубашка к телу. То, что ему подходит. Пусть он попробует шатай-болтай. Пусть он попробует уши на смену. Это поможет выздоровлению? Конечно, это же общую укрепляющую вещь. А вот я знаю, что у вас была большая травма. Вы были даже в кресле, да? Недавно вот вы говорили. Вы применяли это на себе обычно? 7 часов меня оперировали. 7 часов. 7 часов под наркозом. И у меня там титан стоит. Но мало того, что у меня там титан стоит. У меня повреждён не просто позвоночник. У меня спиной мозг повреждён. Там некротизация. Поэтому у меня милопатия. То есть у меня мышцы все стянуты. Я не могу, как обычный человек, бегать по улицам. Я не могу. Я инвалид тяжеленный. У меня стянуты руки и ноги. Ну разве я похож на инвалида? Я рисую. Я принимаю там большие работы я делаю. Я пишу книги. Я там обучаю. Я там помогаю. Я как скорая помощь работаю. Я с 7 вечера до утра 2-3 минуты бесплатно всем помощь делаю. Они мне в скайп выходят. У меня в панике кто-то звонит. У меня там то, у меня там то. Я им подсказываю. У меня такой объём работы. Разве я похож на инвалидов? Потому что я пользуюсь вот этой дробной, дробной, посекундной сихрогимнастикой. По минуте я делаю эти упражнения. Если бы я мог делать по полчаса, я бы ходил в фитнес-центр. Так у меня же нет такой возможности. Именно поэтому я вам говорю, у которых нет такого времени. Нет времени ходить в фитнес-центре, на лыжные прогулки, когда у вас очень большая нагрузка. Именно для этого я вам передаю свой опыт. Если я инвалид этим пользующий и так себя чувствую, значит, вам это поможет. Ну, я-то уже делал не один день, а вы только встретились с этим. Конечно, вы ещё не можете это делать. А я уже такой, потому что я делал несколько дней. Вы поделайте несколько дней, увидите результат. Это поможет при бессоннице? Вот здесь, вот здесь. Конечно, поможет. А как же, если кровоток улучшается? Конечно, помогает. В бессоннице. Хондроз. Конечно, помогает. Хондроз же возникает из-за чего? Из-за того, что мы когда эмоционально напрягаемся, у нас, я вам буду говорить то, чего вы никогда не слышали и не знаете. Сейчас услышите. Когда мы эмоционально напрягаемся, даже читаем книжку, крепким мозгом нуждаются в кислороде. И поэтому, когда мы хотим сосредоточиться больше, хотим мы или не хотим, мышцы шеи, вы никогда этого не знали, я вам сейчас впервые говорю, они работают как компрессор, они подают кровь с кислородом в клетке. То есть шея у нас постоянно находится в микроколебательном состоянии компрессора. И чем больше мы эмоционально нервничаем или сосредоточимся, тем больше и больше качается эта кровь. И в конечном счете, в какой-то момент заклинивается. И мы говорим, ой, устала шея, и у нас начинается остеохондроза. Порочный круг. Эмоциональное напряжение вызывает напряжение мышцей, а напряжение мышцей вызывает эмоциональную неустойчивость. Поэтому возникает остеохондроз. Глубокие, короткие мышцы спины, которые держат позвонки между собой в таком свободном подвижном состоянии, они спазмируют, позвонок не может двигаться, да, и вокруг него нарастает воспалительный процесс. Там возникают грыжи, там и круче десятки. Поэтому, чтобы этого не было, или от этого избавиться, когда вы делаете вот это, когда вы делаете вот это, когда вы делаете шалтай-болтай, вы освобождаете мышцы от спазмов. Мышцы от спазмов освобождаются. Если вы, допустим, 10 дней, 2-3 раза в день, по 5-10-15 секунд будете это делать, через 10 дней, я вас уверяю, вы почувствуете, что многие проблемы со остеохондрозом исчезли. Вот у меня спина какая свободная, видите? А раньше я какой был, не знаете, да? Я молодею, но никто не верит, что я старик уже. У меня правнуку год. Еще вопросы есть? Следующая лекция. Когда, время, дата, насколько вам это возможно? Я думаю, наверное, сначала, если это как-то, если отзывы будут, наверное, да? Как вы ответите, Хасай Магомедович? А это мне вопрос, да? Да. Когда будет следующая лекция? Время, дата? Ну, пожалуйста, мне, если хотите, пожалуйста, я с удовольствием сделаю, вы же мои коллеги. Пожалуйста. Давайте, я вам скажу, давайте, ну, вас в зависимости, чтобы у вас какой-то опыт накопился, чтобы у вас уже эффекты пошли. Ну, где-то неделя нужна, не меньше. Ну, поделайте недельку, вот это, по минуте, по секунде. Ну, поделайте, это же простые вещи. Это же не требует турника, там, или снарядов каких-то, или бегать по улицам, там, по 15 километров. Это же не требует. Это именно для вас, когда у вас нет других возможностей. Это именно, но я вообще не знаю, есть ли сегодня в мире метод, который именно для вас в этих ваших ограниченных условиях можно было бы применить. Ну, вспомните, какой метод можно применить? Только метод ключ, больше ничего. Он для этого и создан. Поэтому давайте, если хотите, через неделю встретимся. То есть, получается, неделя для закрепления вот этого пройденного материала и для выработки вот этих навыков, чтобы они уже были навыком, чтобы это было уже до автоматизма. Я хочу, чтобы все, которые сидят, из них, чтобы разделилось на две части. Первая часть поднимет руку. Я хочу, мне понравилось, а вторая часть не поднимет руку. Я хочу видеть. А вы пока подождите, пока это делайте, посмотрите, кто хочет, кто не хочет, честно, кто хочет, через неделю опять встретиться. Пожалуйста. Кто не хочет, не надо поднимать. Мы же не заставляем. А я подойду через полминутки. А вы посмотрите пока. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можно следующие картинки? Там большинство или меньшинство? Да, ну, многие выключили камеру. Ну, хотя бы какой-то знак дайте, те, которые не включили камеру, что вы хотите, или просто давайте тогда плюсики, может быть, в чат. Если плюсов будет больше, тогда мы уже будем проводить. Посчитаем, да, плюсы поставьте, пожалуйста, в чате. И тогда мы, судя по чату, уже будем. Ну, ходи, мы, короче, почти все. Да? Ну, Слава, хорошо. Там-ка много плюсов. Хорошо. Наверное, много людей. А еще, пожалуйста, Алексей, можно вот эту вот вставочку, где... Дело в том, что мы должны тогда знать, и чтобы была обратная связь. Вот сейчас нам Алексей поставит вставочку, фамилия, пожалуйста, ИНН, как-нибудь отпишитесь, пожалуйста, вот по этому адресу. Да. Вот на этот можно email, на мой, Вульнара Чертонова, mail.ru. Организация, должность, фамилия, имя, ИНН, телефон и копия паспорта с копией дипломов, в том случае, если наше руководство засчитает это вам в кредит часы. Мы будем обсуждать этот вопрос, потому что вы провели здесь целый час, уже скоро будет полтора часа. Но я бы лично хотела бы, чтобы это вошло у вас в кредит часы. Тема занятия будет снятие стресса и саморегуляция при помощи метода ключ. Еще, если Хасай Магомедовичу разрешить, то есть это его разрешение, Хасай Магомедович... Так вам удобно, как вам удобно. Ну, руки подняли, посмотрели, кто хочет, кто не хочет. Да, большинство хотят. Ну, хорошо. Тогда на прощание я вам покажу еще одну картину, чтобы посмотреть. Покажи его, пожалуйста, полностью. Это я внучке рисовал. Видно там, нет? Там, наверное, не видно, да? Вас видно отлично, и картину тоже. Хорошо, Тайля. У меня недавно МГИМО была выставка. Два-три месяца назад. У меня много было выставок, и у меня много учеников, и я никогда не учился рисовать. Я вас уверяю, если вы будете делать эти упражнения, у вас тоже откроются способности. Такие, о которых вы даже и не мечтаете, и не вспоминаете, и не думаете. И не думаете об этом. Вот она делает правильно. Она стоит и вот так делает. Правильно. Правильно. Молодцы. Молодцы. Замечательно. Да, да, да. Это снимает напряжение. Это простое действие. Снимает напряжение. Еще раз напоминаю, мама, которая качает опеку. Замечательно. Вот здесь вот мы уже на 20 минут больше расходуем времени. Хосай Магомедович, я хочу выразить вам признательность и благодарность за то, что вы работали. Я знаю, что вы работаете всю ночь. И сейчас вроде бы время вашего отдыха. Спасибо, что вы нам выделили это время. И благодарность вам большая. Спасибо. Я вам хочу сказать огромное спасибо. Мне было очень приятно с вами, потому что вы такие дружелюбные. А я как раз за это, за мир и мир, и дружбу. Я вас всех обнимаю по-человечески. Всего доброго. Желаю вам здоровья, коллеги. Чтобы у вас дома все было хорошо. И чтобы мы преодолели все эти трудности. И помогая себе, помогаем всем. Всего доброго, друзья. Василий Магомедович, вот здесь, пожалуйста, пока здесь все в эфире, давайте уточним тогда более-менее точную дату. Назначайте. Через неделю назначайте. Через неделю, следующий вторник. Все, договорились. В это же время. До свидания. Всего доброго, коллеги. Всего доброго. Мне так приятно, что все хлопают ладошки. До встречи. До встречи. До встречи. До свидания. Спасибо, что хорошо организовали. Спасибо. Всего доброго. Хасай Магомедович. Хасай Магомедович. А по поводу видеозаписи сегодняшнего семинара. Что-что? По поводу видеозаписи сегодняшнего семинара. Мы тогда запись сохраним, потом вам отправим, да? Давайте мы поставим на YouTube-канале, а вы у себя на YouTube-канале поставьте. И пускай все врачи учатся, и пускай все врачи у нас знают, что начались это. У вас в Кыргызстане. Это большой будет пример для всех, что вы новаторы. Новаторы, что вы в трудной ситуации и пытаетесь больным лучше помогать, быть эффективными, как специалисты. Очень хорошо. Давайте. Спасибо. До свидания. Хорошего отдыха вам. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо вам. До встречи. Спасибо всем.